Девушки отдыхают Моторшоу в самом разгаре и уже через несколько минут начнется официальное открытие соревнований Еще до открытия соревнований команда Big Cousin Extreme показала, на что способны гонщики со стажем Впрочем, на трассе к таким трюкам участники не прибегают Это чисто показатель наступления, это только площадки, развлечения, ну и небольшие хулиганства, можно сказать так У многих участников квадросерии за плечами выступления на соревнованиях различного уровня, не только на квадроциклах Экстрим для них образ жизни, к которому они нередко приобщают своих детей У всех хорошее настроение, у меня тоже, кстати у меня сегодня день рождения еще к тому же Какой подарок вы сами себе хотите сделать на день рождения, на что вы надеетесь сегодня? Ну как на что, на победу естественно, конечно Все надеются на победу, а я видимо вдвойне, раз у меня день рождения Этот вид спорта объединяет любителей скорости из разных уголков страны На одной трассе новички и опытные гонщики, среди и тех и других представительницы прекрасного пола Бороться с мужчинами очень непросто, ребята очень сильные, чемпионы России и призеры многих международных соревнований, дакаровцы Еду вот как могу, попасть в топ-10, это уже круто для девочки Несмотря на то, что девиз соревнований только квадроциклы, в заездах участвовали и так называемые баги, управляемые экипажем из двух человек Это нечто среднее между квадриком и машинкой Очень интересный аппарат, у него очень интересный динамик движения Сегодня на что надеетесь? Что ничего техника не подведет А бывает, что подводите? Да, часто бывает Как правило, все причины сходов, это внезапные поломки техники Так почему же местом встречи квадроциклистов из России, Казахстана и Украины был выбран именно Альмитевск? Об этом рассказали на пресс-конференции, которая прошла в палаточном лагере на Малом Майдане Где и расположились на время соревнований участники гонки Нами выбран Альмитевск Здесь долго мы смотрели, порядка последние два года Приезжая везде эти места, ставили точки, чтобы не забыть Где именно какие места здесь можно использовать для гонки Это первые просторы Для того, чтобы, допустим, первый этап был там и лес, и растительность, и плотная населенка Здесь это отсутствует, и 98% это уже поля, просторы, такие хорошие, нормальные гоночные ландшафты Самое главное, что участник, идя по трассе, видит впереди, до горизонта, все безопасно, все просматривается Для нас, организаторы, это самое важное Организаторы сошлись во мнении, что популярность квадросерии КНМ Трофи Раша, как и самого квадроспорта, стремительно растет И у этого вида спорта большие перспективы На сегодняшний день меня привлекает этот вид спорта, почему? Потому что здесь очень большое количество участников В тот момент, когда в других видах спорта, в профессиональных выступлениях, на чемпионах России, на кубках России Насчитывается 10-15 участников заездить, потому что это смешно Я приветствую развитие квадроциклетного спорта, оно обошло и снова кросс, и аквабайк Я думаю, что, наверное, и мотокросс скоро останется на задних планах Уровень соревнований уже настолько стал высок, что большие роллерейды стали обращать серьезное внимание на эту серию С тем, чтобы привлечь компанию «Росан» вместе с большой вашей компанией для участия в соревнованиях по большим роллерейдам в чемпионате России Спортивная дистанция в этот раз состояла из трех спецучастков Первый короткий пролог был подготовлен на территории мототрассы «Экстрим Парк» и собрал несколько сотен зрителей Протяженность трассы более трех километров В этом сезоне соревнования проходят в трех категориях, а не в двух, как это было ранее Это категория ATV, собственно, квадроциклы и SSV, мотовездеходы Посредняя включает в себя технику двух видов – стандартной комплектации и спортивной То есть прошедший специальный тюнинг, в том числе с турбированными двигателями Время, с которым спортсмены проходили первую трассу, определяло их позицию на втором участке Трасса была полностью подготовлена Хорошо, что есть трамплины, хорошие разгоны, повороты, где можно в дрифт уйти Ну и к нам, как обычно, показался с хорошей стороны Второй участок – это трасса протяженностью более 80 километров А самый длинный – 280 километров – охватывал Альметьевский и Заинский районы Спецучасток оказался сложным Многие экипажи сошли с дистанции из-за поломки техники Некоторые не смогли справиться с заданием за отведенный норматив времени – 6 часов 15 минут После старта выбыл лидер зачета ATV Александр Максимов Из-за поломки вынужден был отказаться от борьбы экипаж в составе Сергея Колчина и Андрея Сталаша Которые по итогам первого дня занимали второе место в группе SSV Стандарт Итоги подвели в третий день соревнований В группе ATV лучшим стал Владислав Маликов из Московской области Это его первая победа на Кеном Трофи Раша Да, это первая моя победа на Кеном Трофи Обычно я участвую в кантри-кроссе Это ралли для меня как бы новое Я второй год участвую Сейчас первый раз выиграл, первое место сразу получилось у меня Самым сложным это было, наверное, подготовиться к тому, что очень много спортсменов, очень сильных И я такой новичок, грубо говоря, пришел и надо победить Ну, как бы я поборол это и смог сегодня победить в Альмитинске первый раз В категории SSV Стандарт золото у Радика Грифьянова и Кирилла Шубина А экипаж Артема Шумейко и Романа Елагина стал первым в классе SSV Sport Очень долгий путь, это, ну, мой третий год участия в соревнованиях Но в первую очередь я считаю, что это командная такая заслуга Это работа технической службы Это ребята-инженеры, которые работали с машиной Потому что все предыдущие наши, ну, скажем так, старания, да, они были, ну, некоторым образом ошибочные Потому что мы не дорабатывали где-то машинку Участие инженера подработали над ней просто идеально Мы проехали без ни единой поломки Вторая заслуга, это заслуга навигатора Навигатор, который сидел с правой стороны от меня Это Роман Елагин, который организовывал для меня полностью весь маршрут Не ошибся практически, я бы сказал, что он не ошибся Были ошибки пилотские, но в целом, видите, результат хороший Первый раз заняли, конечно, победное место Очень приятно, очень хорошая подготовка У Канамас, я считаю, ну, это у нас высший пилотаж Ребята, вообще большое спасибо за подготовку Супер соревнования, продолжайте в том же духе И приглашаем БРП Канам Трофи к нам в Краснодарский край Победители и призеры получили кубки и призы от генерального партнера серии Включая денежные сертификаты А вот Алексей Волокитин из команды «Реальные бобры», даже заняв третье место, остался победителем И, возможно, выиграл главный приз в своей жизни Надо понять, держаться Я согласна! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким был второй этап открытой внедорожной квадрат серии Канан Трофи Раша 2015 Третий этап уже через два месяца примет у себя Архангельская область С вами был Эдуард Прокопьев До встречи в эфире ровно через две недели